Озвучить свое мнение, высказать идеи о перспективах развития региона и внести предложения смогли жители Московского района на встрече с главой администрации города Еленой Сорокиной и руководителями структурных подразделений. Первое предложение прозвучало об окраинах города Недостоева, Конищева и Семчина. В 94-м их присоединили к городу, однако, по словам местных жителей, программы развития этих поселков до сих пор нет. Давайте смотреть. Первое. Водоснабжение и канализация. В городских окраинах мы действительно занимаемся и водоснабжением, и в этом году достаточно много сделано, и канализованием. И будем продолжать это. Да, у нас нет средств на это в городском бюджете, но есть инвестиционные программы наших муниципальных предприятий. Так вот, за их счет мы это будем делать. Дальше. Электроэнергия и освещение. Тоже за счет инвестпрограмм будем делать. Московский район – это одновременно и самый молодой, и самый большой район города, добавила Елена Сорокина. Поэтому ему нужно уделить большое внимание. Также это лицо Рязани, потому что жители из Москвы, приезжая сюда, первым видят именно Московский район. Поэтому предложений было много. Обговорили и строительство спортивного комплекса в Приокском, и дворца культуры в поселке Юбилейный. Все предложения местных жителей подмечали и записывали. Также людей волновал ремонт автомобильных дорог в городе. Теперь мы принципиально поменяли подход к ремонту дорог. Выделим деньги, делаем проект. Что в проекте? Сама дорога, дорожное полотно, бордюрный камень, тротуары, обязательно заездные карманы и ливневая канализация. Это к тому, что делаем комплекс. Сделали, вот как должно быть, и пошли на другую дорогу. Прозвучали и эстетические предложения. Украсить старые дома в Приокском рисунками художников и разбить цветнику дворца торжества на Московском. Также были затронуты вопросы благоустройства общественных пространств, освещения улиц и дворов, отделения территорий. Елена Сорокина заверила, что все предложения будут отражены на карте стратегического развития города. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».